В эфире телеканала БАИ информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В поселке Прохладном жители в 50-й раз провели собственный митинг. Традиционно они собираются вместе накануне Дня Победы в день подписания акта капитуляции Германии. День рождения, День Победы отмечает 9 мая Пелагея Александровна Кубанцова. В этом году фронтовичке исполнилось 96 лет. Лобинские энергетики готовятся к ремонту высоковольтных подстанций и линий электропередач. Работы будут проведены в Лобинском, Мостовском и Курганинском районах. 9 мая отметила свой день рождения жительница Лобинска Пелагея Александровна Кубанцова. В этом году ей исполнилось 96 лет. Конечно же, на годы и юности пришлась Великая Отечественная война. Пелагея Александровна добровольно отправилась на фронт. Награждена медалью за оборону Ленинграда, орденом Красной Звезды, имеет памятные юбилейные медали. Пелагея Александровна, здравствуйте. Приехал в первую очередь поздравить вас с праздником, главным нашим праздником, Днем Победы. Поблагодарить вас за стойкость, за характер, за дух, за свободу, за мирное небо, за возможность сегодня такие мероприятия проводить, вас чествовать. Дай Бог вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы как можно дольше вы нас радовали. Пелагея Александровна Кубанцова родилась 9 мая в 1922 году. В детстве даже не догадывалась, что придется участвовать в войне и что именно в ее день рождения случится долгожданное событие – победа над фашистской Германией. Город Лобинск приветствует вас в полном составе, с вашим Днем Победы. Вы прошли такой путь и орден Красной Звезды, и за оборону Ленинграда. Мы знаем. И в прошлом, я думаю, торжественно праздновалось юбилей. Но мы рады, что сегодня мы имеем возможность вас поздравить и желаем вам крепчайшего здоровья. Хотим лет 10 к вам приходить в Осте и поздравлять. С праздником, с Днем Рождения! Цветы, подарки и море добрых слов. Пелагея Александровна их заслужила. В 1942 году пошла добровольно на фронт. Служила в Ленинградском госпитале, затем в Кронштадтском, который находился под землей. После окончания блокады служить продолжила. В 1946 году вышла замуж за военного, воспитала двоих сыновей и дочь, которая с нею рядом в этот день. День рождения должен быть праздником, поэтому в доме Пелагея Александровны звучит музыка. День рождения! Поздравляю всех тебя, друзья! Мое счастье, радость, вдохновенье! Все сегодня только для тебя! Исполнили музыканты и главную песню этого дня – День Победы. Вся страна отмечает праздник, который подарили ветераны. Те, кто прошел через испытания на фронте, кому пришлось сражаться в боях, никому не пожелают такого. Поэтому Пелагея Александровна в свои 96 лет хочет мира на земле, чтобы следующие поколения не знали, что такое война. Я пожелаю всем, чтобы войны не было, чтобы здоровье было. Вот я этого пожелаю. Дай Бог, жить всем хорошо. А там я была, не дай Бог. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Вот уже 50 лет в поселке Прохладном накануне Дня Победы проводят торжественный парад и митинг. Жители поселка собираются вместе именно 8 мая, в день, когда был подписан акт о капитуляции Германии. Наш сюжет из поселка Прохладный. Нарядные, с цветами, в приподнятом настроении. В Прохладном каждый год встречают День Победы именно так – всем поселкам. Валентина Слепухина пришла на митинг с портретом отца фронтовика. Портрет держим нашего папы, который прошел всю войну и после войны еще отслужил и пришел в 1947 году. Папа наш был ранен, у него были осколки. Воевал он в белорусской полке. Встретил победу на финской войне, он был на сопоторном белорусском полку. И встретил войну, конечно, в России. Победу отпраздновал уже в России, в Советском Союзе. Для жителей поселка, я считаю, это большой праздник. Праздник, где возлагают цветы, где говорят, перечисляют всех, кто воевал, кто погиб, кто остался в живых. Почтить память наших дедов, отцов. Это традиция у нас в поселке всегда. Праздник для нас это очень великий, великая победа. Если бы тогда в 45-м это не случилось, нас бы не было. Будем ложить цветы, праздновать, чувствовать себя счастливыми. Сердце трепещет, конечно, волнуюсь, естественно, волнуюсь. Вот когда все пройдет, все торжество, тогда немножко, может, успокоимся. Уже на протяжении, наверное, 50 лет мы проходим, и на 8-го числа вот такой массой, большой массой тружеников, жителей поселка. Это очень торжественно, все ответственно и празднично. И считаю, что это очень, для нас это очень как-то отрадно, потому что поселок, в городу поехать как-то не особо людям удобно. А вот здесь, вы сегодня увидите, это у нас очень красивый такой будет праздник сегодня. Честь победы, нашей победы. Жители Прохладного в праздничной колонии прошагали по главной улице поселка до мемориала погибшим в годы войны. Традицию проводить митинг именно вечером 8-го мая заложили ветераны. Когда-то их было 80 человек. Сейчас в живых не осталось ни одного. В поселке всего три труженицы тыла. Все они пришли на праздник. Я и пахала на лошадях, я и косила, я и жала, и вязала, и в лесу была, везде. В общем, я отработала везде, моими руками все сделала. Я везде работала. Все работы, колхозные, все крестьянские работы, я все-все-все знаю. Все приходилось делать. Ходили, тогда же черепашку собирали с пшеницы. Посылали нас на разные работы. Так что все приходилось делать. Это очень хорошо, что собираемся вот все. Раньше собирались с семьями. Нас было тут много тружеников. А сейчас осталось вот три человека всего в совхозе. То поумирали, то поуезжали. Ну, а мы вот так собираемся. Все кажется нормально. Возле мемориала собралось около 700 жителей и гостей прохладного. Особенно много было детей и молодежи. Алексей Матыченко передал поздравления главы района. День Победы – это самый великий праздник нашей страны, который нас объединяет, который нас сегодня ведет вперед. Мы сегодня иногда говорим, тяжело, еще что-то. Но им, наверное, было тяжело в самом деле. Но они выстояли. Я думаю, и мы выстоим, если будем все вместе, если будем помнить, если будем чтить наших отцов, дедов, прадедов. Я желаю вам мирного неба, которое уже 73 года над нашей головой. Я желаю вам здоровья, всего самого хорошего. И самое главное – быть вместе, держаться и жить. С праздником, дорогие земляки! На митинге по имену перечислили всех ветеранов, погибших на полях сражений и ушедших в послевоенные годы. Для всех собравшихся устроили большой концерт. Песни, танцы, театрализованные постановки военной тематики. Большинство номеров подготовлено школьниками. Многие из них – правных ветеранов. Песни, танцы, театрализованные постановки военные. Песни, танцы, театрализованные постановки военные. Песни, танцы, театрализованные постановки военной тематики. В память о погибших в небо выпустили белые шары, зажгли звезду возле памятника и возложили цветы к мемориалу. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В честь Дня Победы в Лобинске прошел автопробег. Более 50 машин и мотоциклов, украшенных флагами и георгиевскими лентами, проследовали к Площади Победы. Колонна проехала по улицам Пушкина, Свободы, Красина, Победы. Восстановившись возле мемориального комплекса, участники пробега возложили цветы к вечному огню и почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений минутой молчания. Вернувшись на стоянку, байкеры-автолюбители, присоединившись к ним лобинцы, ровно в 20.00 хором исполнили священную для нашей страны песню «День Победы». В 2018 году в рамках ремонтной программы сотрудники лобинского филиала «Кубань Энерго» проведут ремонт 25 высоковольтных подстанций, 13 воздушных линий электропередачи и порядка 90 объектов распределительной сети. Работы запланированы в Мостовском, Лобинском и Курганинском районах. На реализацию этих технических мероприятий направлено 29 миллионов рублей. Энергетики выполнят капитальный ремонт оборудования подстанций и воздушных линий электропередач. Обновят предупреждающие знаки и диспетчерские наименования энергообъектов. Этого требуют правила электробезопасности. В настоящее время уже третью подстанцию мы приступили в Курганинском районе ремонтировать. Это подстанция Первомайская. И с июня месяца предстоит ремонт подстанции в Лобинском районе. Затраты большие, они измеряются десятками миллионов рублей. Выполняя работы на воздушных линиях, энергетики заменят дефектные опоры – более 140 изоляторов. Для защиты воздушных линий от разрушительного воздействия атмосферных перенапряжений заменят около 3 километров грозозащитного троса. От древесной и кустарниковой растительности планируется расчистить порядка 30 гектаров просек вдоль ЛЭП. Работы будут проводиться как вручную бензопилами, так и с применением спецтехники. Особое внимание лобинские энергетики уделяют ремонту распределительных сетей. Пиковым нагрузкам подготовят более 40 трансформаторных подстанций. Отремонтируют 170 километров воздушных линий низкого напряжения. Энергетики заменят более 300 опор и 60 километров неизолированного провода. Эта работа позволит увеличить пропускную способность сетей и тем самым решить проблему низкого напряжения. В населенных пунктах угрозу представляют зеленые насаждения. От них планируется расчистить 14 гектаров трасс линий электропередачи. Для того, чтобы обеспечить электробезопасность потребителей, сотрудники филиала заменят более тысячи ответвлений к частным домовладениям. Использовать будут самонесущий изолированный провод. Он гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, а также исключает получение электротравм. Перед началом ремонтной кампании, это январь, февраль, начало марта, мы проводим учебные тренировки на полигоне, где отрабатываем все методики, необходимые как по ремонтам, так и действия персонала в случае нештатных ситуаций. Полностью у нас персонал обеспечен специальной спецодеждой, устойчивой к дуге, защитой от наведенного напряжения и прочими средствами. Стабильная работа питающих центров, которые вошли в план ремонтной программы Лобинского филиала на 2018 год, позволит повысить надежность электроснабжения десятков тысяч жителей и свыше 300 объектов социального значения Лобинского, Курганинского и Мостовского районов края. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Это все новости сразу после рекламы Ирина Берекова познакомит с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok